Ай, девчонки, всем привет! В сегодняшнем видео хочу показать вам пустые баночки. Это будут пустые баночки Фаберлика. Если вам что-то понравится, какой-то продукт, о котором я буду вам рассказывать, вы можете заказать его... Ах... Капитан лёг ко мне на... Мои ноги. Как это всё дело выглядит. Будете знать, в каком ракурсе я снимаю. Так вот, на улице прям зима началась, снег начал падать. Как не хочет уходить от нас зима, приходить весна. Всё то, что я вам показываю, вы можете заказать тоже в компании Фаберлик. И у вас от суммы каждой вашей покупки будет начисляться кэшбэк от 15 до 26%. И плюс ещё ко всему сейчас очень-очень крутая акция. Если вы регистрируетесь, вам начисляется на счёт 1000 рублей каждому новичку. Если вы делаете заказ от 2000 рублей, у вас это 1000 рублей списывается. И ко плате у вас получается 1000 плюс транспортный сбор. В эти 2000 не включается транспортный сбор и не включается автозаказа. То есть, если вы заказали какую-то вещь, она вошла у вас в автозаказ, соответственно, у вас не спишется скидка 1000 рублей. Поэтому будьте внимательны. Ну и всё, приступим. У меня очень много тут раритетных продуктов будет. Платином у меня закончилось молочко для лица. Молочко это очищающее. Здесь написано, что как им правильно пользоваться. Берёте ватный диск, протираете лицо и всё. То есть, смываете весь тот макияж, который вы носите. И типа не требует смывки. Но я любую смывку, неважно написано ли на флаконе, что оно не требует смывки или требует смывки, я обязательно умываюсь. Потому что это всё-таки очищающее средство. Как бы вы тщательно его и мне очищали лицо, у вас всё равно остатки макияжа останутся. Ну и, собственно говоря, остатки самого средства. Даже если вы тоником будете протирать лицо. То есть, для меня это вот нонсенс. Если я там умоюсь чем-то таким очищающим и потом не умоюсь. Не то, чтобы не протру лицо, я не умоюсь. Я обязательно всё смываю. Всё лишнее с лица. И только потом я пользуюсь тоником. И потом я только наношу какой-то увлажняющий или питательный крем. Молочко очень классное. Оно достойное. У него прекраснейший аромат. Такой вот классная, такая хорошая, дорогая пральмированная тушка. Оно очень нежненькое. Плюс чего ко всему здесь содержится огромное количество разных питательных веществ. То есть, оно у вас будет не просто очищать лицо, но ещё ухаживать за вашим личиком. Поэтому могу смело рекомендовать. И она вообще находится в линейке люкс. У меня всегда есть несколько средств для очищения. Это обязательно какое-то должно быть мягкое средство, молочко, сливки для умывания. И какое-нибудь более такое агрессивное. Это мусс. Это в крайнем случае, в редких случаях в последнее время такого нет. Это гели для умывания. И я их чередую между собой по мере необходимости. Потом у меня ещё закончился мой самый любимый тоник для лица. Это тоник из серии Реноваж. По-моему, это старая ещё упаковочка. Мне безумно нравится этот тоник. Постоянно его беру. Летом часто такое бывает, что я вообще не пользуюсь никакими кремами. Потому что он служит в качестве хорошего такого увлажняющего и ухаживающего средства. У него тоже такой богатый состав достаточно. Ну, как богатый состав. То есть там вы не найдёте прям 50% ухаживающих компонентов. Но, по крайней мере, он оставляет некую такую вот плёночку на лице увлажняющую. То есть немножко даже лицо липнет. То есть это не тот очищающий тоник. И, скорее всего, он для обладателей с жирной кожей не совсем подойдёт. Потому что липкость какая-то на лице после него ощущается. Но это мне нравится. Я часто бывает такое, что летом утром просто умываюсь и просто протираю лицо этим тоником. Даже не пользуюсь никакими кремами. Ну, если самая такая, самая сильная жара. Так же я делала в Индии, когда была. Я пользовалась исключительно только тоником. Потому что купались мы там по 3 раза, 4 раза на день. Всё плыло, да, постоянное лицо было таким вот мокрым, да, потным. Поэтому что-то там дополнительное, какие-то крема вообще совершенно не хотелось наносить. Артикул у него 0766. Вот я не помню, это старая или новая ещё упаковочка. Потом у меня закончился. Даже не закончился, я его выкидываю. Потому что у меня все маски для лица закончились. У нас были альгинатные маски. Сейчас я вам покажу. Вот в таких вот коробочках. Это тоже у меня такой раритет уже остался. А вот в таких вот коробочках у нас были маски для лица альгинатные. Сейчас они опять появились в сыпучем виде. Не знаю, почему мы брали именно как раз вот в таком варианте. То есть это уже была готовая маска. Почему альгинатные маски они сделали в жидком варианте? Потому что их всё-таки нужно уметь разводить. Если вы неправильно разведёте, у них той консистенции, она у вас будет либо течь по лицу, либо очень быстро застынет. И вы не успеете ею попользоваться. Поэтому сделали вот такой вот вариант. Был классный этот вариант. Но она сама по себе не засыхала. И поэтому нужно было пользоваться вот таким вот спреем-активатором. То есть наносили её на лицо. И всё. И маска потом она подсыхала. И потом я тоже так же снимала таким же образом. То есть я... Допустим, те остатки не засохшие, которые были и оставались на лице, я тоже забрызгивала этим спреем-активатором. Они тут же моментально прямо на глазах подсыхали. И всё. И я умывалась спокойненько. Потому что не хотелось размазывать маску по лицу. Ещё у меня закончились прокладки наши. У нас есть прокладки ежедневные. Их там 20 штук. Есть вот такие вот дневные. И есть ночные. Дневных у нас, кажется, 10 штук, да. А ночных то ли 8, то ли 7 штук. Ну, как это обычно бывает в любых компаниях. А мне чем нравятся эти прокладки? То, что они полностью натуральные. То есть все у них слои, а у них 7 слоёв. Ну, было, по крайней мере, 7 слоёв. Может быть, сейчас что-то поменялось. Состав нетканное гидрофильное волокно. Антибактериальное неоновый чип. Абсорбирующий полимер. Экстракт зелёного чая. Ну, смотрю, тут меньше, что ли, с того этих слоёв. Чем они не нравятся? Тем, что они натуральные. Все вот эти вот слои у них... Это хлопок. Да. И ещё плюс ко всему, они содержат в себе так называемый анеоновый чип. Там прокладки нет, это бумажка. Он содержит в себе анеоновый чип. Это такая зелёная вставочка. Это перемолотый камень турмалин с хлопком. И вот этот вот камень турмалин, он излучает отрицательные ионы, которые, собственно говоря, подавляют болезнетворную бактерию. Потому что в эти дни создаётся благоприятная микрофлора для развития этих болезнетворных бактерий – это влажность. Ну, влажность. Влажность и, соответственно, теплота. Вот. Ещё плюс ко всему, они ароматизированы. Но ароматизация у них не искусственная. Это экстракт зелёного чая, что тоже не может не радовать. Потому что я не люблю всякие дезодоранты для интимной гигиены, там ещё какие-то штуки. Потому что это всё-таки вмешательство в микрофлору. Вот. Не люблю вот этих вот всяких вещей. Они дышащие, эти прокладочки. Здесь у нас инструкция написана. Потом бортики по краям гарантируют максимальную защиту от практиканий. Не протекают, они хорошо впитывают. Вот этим обладают антибактериальным и дезинфицирующим чипом. Так что вообще всем смело могу рекомендовать. Пользуюсь исключительно только этими прокладками нашими. Потом у меня закончились две зубные пасты. Очень часто беру себе с периодичной регулярностью отбеливающую зубную пасту и защиту от зубного камня. Девчонки, не покупайте наши дешёвые зубные пасты. Как, например, я не знаю, лечебные травы, которые по 79 рублей продают. Семейную зубную пасту. Вот, ну, прям не советую. Это обычные зубные пасты, которые просто будут очищать ваши зубы. В отличие вот от этих зубных паст, которые отмечены крестиком, значком крестика. Ну, она уже, видите, я до донышка настолько додавила уже. У меня прям остатки-остатки были. Ждала, пока будет какая-то на них акция, там распродажа. Я по этим акциям распродажам беру эту зубную пасту. Получается, не дороже, чем если бы вы взяли где-нибудь там сплат, рок зубную пасту, такие дорогие зубные пасты. Но они действенные. Они, я бы можно даже сказала, по качеству приравнены к профессиональным зубным пастам. Вот все те продукты, которые у нас отмечены вот этим значком крестиком, они относятся к разряду косметевтики. То есть они совмещают в себе не только косметические, но и лечебные свойства. И отбеливающая зубная паста, она действительно отбеливает зубы на 2-3 тона. Уже снимала видео с экспериментом с моей зубы до и после. И вот эта вот зубная паста, это паста против зубного налета, против зубного даже камня. И можете себе представить, вот я была у стоматолога, неоднократно об этом говорю, и он посмотрел мои зубы и сказал, что практически не требуется профессиональная чистка. Единственное, мне когда ее нужно будет сделать, перед тем, как ставить элайнеры, да, готовить элайнеры. А так, в принципе, у меня зубы находятся в идеальнейшем состоянии. Причем я чисткой зубов не занимаюсь вообще. Последний раз чистку зубов делала, может быть, года 2-3. И все благодаря регулярности использования этих зубных паст. При всем при том, что у меня не было ирригатора все это время, и зубной нитью тоже не часто пользовалась. И несмотря на это, практически нет зубного налета на зубах. Это результат использования вот этих вот паст. Поэтому, ну, разница в цене, если вы возьмете там 99 рублей большую семейную зубную пасту, да, по объему она будет больше. Но даже вот если вы возьмете, если сравнить разницу между зубной пастой по 79 рублей, да, она такого же объема и вот эту зубную пасту, переплатите эти 30 рублей. Они погоды не сделают сейчас никому. Но, по крайней мере, вы будете надежно защищены, скажем так, от зубного налета, и зубки у вас будут посвежее, побелее выглядеть. На мои можете не обращать внимания, потому что у меня изначально желтый дентин, у меня вообще темные зубы от природы.